Приветствую вас, дорогие друзья! Дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем проходить замечательную игру, которая называется «Ведьмак 3. Дикая охота. Дополнение – кровь и вино». Ну что же, тут у нас мак и волшебник или зионист показывают всякие разные фокусы. А вообще, кто подзабыл, мы находимся на званом торжественном приеме у художников и ищем дамочку. И нам, собственно, подсказали использовать в матче 4, смотреть столы с угощением, дополнительно поучаствовать в забавах на приеме. Но в забавах мы уже поучаствовали, в принципе, много всего интересного видели, так что погнали отсюда, наверное. В топку эти забавы, пойдем лучше использовать чутье, найдем то, что нам нужно. Так, ладненько, давайте смотреть тогда потихонечку. Ха-ха, не сомневаюсь. Запах все еще чувствуется. Пойдем по нему. Великолепно. Запах все еще чувствуется. Так, вот он. Вижу след. Так. След ведет нас вот сюда. Значит, соответственно, сюда нам и нужно. Так. Подожди, или мы сейчас обратно придем. Не, все правильно, мы идем. Куда нужно? Так. Так. Смотри, фонарики. Кажется, их полет приносит счастье. Да? Какие фонарики, мать твою, о чем ты? Я, кажется, Сесилию только что нашел, а ты мне тут про фонарики говоришь. Ладно, в топку. Смотри, о, фонарика вижу. А где Сесилия? Только отвернулся на секунду. Ты мне с вами фонариками, вот она. Все, нормально. Нет? Ты что толкаешься, родная? Нет, это не она. Показалось, значит, надо дальше идти. Хорошо. Тора, погнали. Так, нам, видимо, в эту дверь нужно зайти. Ну, риск, конечно же, нас просто так не пустят. Не жаль. Вход только для членов Мандрагоры. Пойдем. Что-нибудь придумаем. Я... Я везде узнаю этот голос. Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то? Я 15 лет служил во дворце. Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю. Чш, не так громко. Мы здесь инкогнаты. Это дело государственной важности. Так точно. Чем я могу вам служить? Пропусти нас. Никому не говори, что нас видел, для начала. Мы же можем рассчитывать на твою сознательность. Разумеется. Буду нем, как могила. Вот и чудесно. Мы ищем Сесилию Биланды. Не видел ее? Она в гримёрной. Пришла в компании какого-то дворянина. У них явно... Что-то между ними явно было. Как он выглядел? Высокий. Широк в плечах. Из-под маски была видна черная борода. Говорился наземным акцентом. Ну, вот так растягивал. Это наверняка он. Нам нужно в ее гримёрную. Как можно скорее. Так точно. Я вас отведу. Оставайся здесь. А если кто-то попытается бежать, задержи его. Так точно. Вот и чудненько. Какой же ты сознательный. Давай, давай. Побежали, побежали. Так. Запах, запах. Гримёрная здесь. Ага. Это? Это видимо Сесилия. Твою ж мать. Пульса нет. Мы опоздали. Он перерезал ей горло. Животное. Не перерезал. Через дверь он не выходил. Стражник бы его заметил. Возможно, он еще здесь. Мне кажется, он отведал ее кровью и поставил с горла. Пока он не причинил вреда кому-то еще. Я сейчас же уведомлю Ариану. Пусть закончит прием. Нам нельзя разделяться. Геральт, я справлюсь. Беги за преступником, а я приведу помощь. Плохая идея. Очень плохая идея. Ну ладно. Используем очередь тела пройти по следам вдоль балконов. Давайте для начала осмотрим тело. Жесть, конечно, сурово. Он убил ее и вышел на балкон. Не, значит, он таки убил. То есть просто перерезал горло. Я думал, что он реально будет эту самую кровь пить. Потому что он тоже вампир. Ну нет. Так, это мы, пожалуй, возьмем. Нам это все нужнее. Вы же понимаете. Далее, что у нас здесь? То же самое. Кровавый отпечаток руки, это он. Ну еще бы. Ловко. Выбил дверь и сделал из нее... Кровавый отпечаток руки, это он. Выбил дверь и сделал из нее мостик. Тут что у нас такое? Открывая дверь, разбил горшок, затем наступил в землю. Так, и теперь следы, соответственно. Следы грязных сапог. Он забрался по этой лесенке. Поли... Ага, вижу, понял, хорошо. Да, мы тоже по ней, Геральт, с тобой заберемся, если ты не будешь тормозить, какого хрена подожди, я не понимаю, что не так с этой лесенкой. Ну вот. Отлично. Так, ну предположим. Осторожно. Он может быть совсем рядом. Разбитое зеркало. Кто-то влетел в него, а затем упал на пол. Да, чувство, здесь будет еще одна жертва сейчас с такими темпами. Видимо, он ворвался к кому-то в комнату, если кто-то был. Следы крови. Любопытно. Звенья разуманной цепочки. Наверное, на ней висела драгоценность. Шкатулка с выломанным замком, похоже, ее в скаляточек. Блин, чем дальше, тем интереснее, реально. Ладно. Так, спокойно. Я уже понял, где он. Он явно вышел в окно опять. Похоже, вещь ценная. Но я пришел не за этим. Так, хорошо. Хрустил мой охотничий нож. Должно быть, его выронили во время схватки. Интересно, чей этот нож? Пустая чернильница. Ее сбросили, и она упала в сторону комнаты. Перерезанный портрет. Холст надрезан. Картина будто разрезана ножом. Для чего это надо? Закрыто, ключа нет. Так, ну ладно, здесь все понятно, что он вышел туда. Светильник погнут и вымазан в крови. Кто-то пытался за него схватиться. На раме следы крови. Кто-то выпал из окна. Какого хрена? Так, что еще осталось? Что я еще упустил из виду? А, давайте смотреть внимательно. Ага. Да не-не-не, это понятно. Звенья понятны, вот рядышком. Вот же это драгоценность. Ну? Наверное, вор пришел за этим камнем. На нем кровавый отпечаток пальцев. Рядом лежат звенья цепочки. Как от разорванного ожерелья. Видимо, завязалась драка. Так. Готово. Кажется, драгоценность была в шкатулке. Центриец собирался ее взять. Но кто-то ему помешал. Завязалась схватка. И в итоге кто-то выпал из окна. Он должен был разбиться. Драгоценность все еще здесь. Значит, этим кем-то был сам Центриец. Так это следователь. Ведьмак. Верно? Да. Мы вместе обнаружили тело. А затем он пошел по следу убийцы. И попал сюда. Но здесь я нашел только следы борьбы. Кажется, с последней жертвой Центриец не справился. Жаль только, с Сисилией это уже не поможет. Бедная девушка. Я всегда говорила ей, что она выбирает не тех мужчин. Но я подумать не могла, что она приведет сюда убийцу. Я скажу прислуге, пусть сейчас же займутся ее телом. Мы же давайте присядем, и я расскажу вам все в подробностях. С удовольствием. Выслушаю твою версию событий. Конечно. Ох, птичка, как глющий, смотришь, как у него. Я застала его за кражей. Он рылся в моих вещах, выискивая ценности. И что? Ты вызвала стражу? Нет. У меня не было времени. Он же мог сбежать. Он как раз стоял ко мне спиной, так что я напала сама. Он ударился головой о раму картины. У него хлынула кровь, он был в бешенстве. Вытащил нож. А потом все пронеслось, как в тумане. Я сумела выбить у него нож и толкнула его, а он... Выпал из окна. Именно так. Любопытно. Так это значит, ты, получается, с ним дралась, нифига ты. Суровая тетка. Это было очень легкомысленно, кстати говоря. Неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником. Потому что я дама. И ношу платье, а не доспехи. Я умею о себе позаботиться. Шпилька для волос может и выглядеть как украшение. Но если ее вогнать в глаз, она убивает не хуже меча. Однако ж. Любопытная эта женщина. Ну ладно, я тебя понял. Хорошо, я знаю, на чем пришел вор. Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи. Он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения. Угу. Он пришел за этой вещицей. Я нашел ее здесь же. Но это же сердце Тусэнта. Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад. У какой-то молодой женщины. Врешь, Паде. Врешь. Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье. Потом оно пропало. Вот уж не думала, что оно найдется. Похоже, кто-то очень хотел его найти. Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок. Взгляните. Угу. То самое украшение. Кто же за всем этим стоит-то, а? Сердце Тусэнта очень точно нарисовано. Центрийц работал на заказ. И отлично знал, что ищет. То есть... То есть мы ищем не его, а его заказчика? Ну, получается, что так. Это наша единственная улика. Есть еще оружие, с которым он напал на Ариану. Охотничий нож для свежевания дичи. На рукояти какой-то герб. Это родовой герб Дунтыны. Хозяин этого замка страстный охотник. Может быть, пойдем по этому следу? Ну, предположение, конечно, любопытное. Но а где гарантия, что этот след приведет нас туда, куда нужно? Что если он не просто так же купил этот нож у какого-нибудь молодого юноши, например? Или украл его и так далее. Ну ладно, Дунтыны. Что это за место? Дунтыны. Я помню это место. Несколько лет назад оно было заброшено. Не так давно туда вернулся последний наследник рода Родерик. Поселился там и восстановил замок. Ты знаешь что-нибудь еще об этом Родерике? Его дедушка был советником королевы Адемар. За службу его семья получила эти земли. Родерик нелюдим. Избегает людей, удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины. И если только их можно назвать рыцарями. Это разбойники с гербами на щитах. Понятно. Ну ладно, надо будет это проверить. Ариана, надеюсь, что все, что здесь было сказано, вы сохраните втайне. Если станет известно, что кража закончилась неудачей, то заказчик может от нас уйти. Так что надо действовать осторожно. Молчание важно для всех нас. Я не спрашиваю о ваших делах, но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить. Ну конечно. Прошу меня простить. Госпожа Ариана, можно вас на два слова? Простите, я на минуту. Я пока, пожалуй, ломтик арбузика скушаю, с вашего позволения. Не, я не скушаю. Ну ладно. Что ты думаешь об Ариане? Что ты думаешь об этой Ариане? Мне кажется, она темнит. На свете мало людей. В чем присутствие, я ощущаю беспокойство. Но рядом с ней мне становится не по себе. Вот-вот. Этот почерк, он выглядит знакомо. Рисунок сделан на той же бумаге, на которой написаны имена жертв вампира. Его нарисовали теми же чернилами. Похоже, это работа наших шантажистов. Значит, они заставили бестию убивать. А кроме того, украли Сангриаль и попытались добыть сердце Тусента. И виной драгоценность напрямую связаны с тобой. Что-то мне не верится, что это случайность. Я бы сказал, что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь. Это может быть кое-что другое. И что же, например? Другое-то. По-моему, Геральд как раз все правильно разгадал. Извините заговорщиков, может быть, моя сестра, Сиана. Ее отлучили от двора, когда мы были еще детьми. Мои родители ее изгнали. С тех пор я ее не видела. Так. За что ее выгнали? Почему твою сестру изгнали? Сиана была... Рокальта. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет. Она родилась в дурной час. Говорили, ее коснулось проклятия Черного Солнца. Геральд, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. Это бред-то все. Случаи с Черным Солнцем возможны. А может, все потому, что к ним с самого рождения относятся, как к прокаженным. Наверное, ей было нелегко. Она... Она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Сидрико де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были еще детьми, а брат Сидрико был в меня влюблен. Это было невинное детское увлечение. Сиана об этом знала. Она сказала Сидрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата. Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата. Она загубила этой шуткой две жизни. Сидрик не простил себя по сей день. Суровая. В конце концов, ей пришлось покинуть полиции много лет назад. И все это время я тосковала по ней. Суровая женщина. Ну что ж, ты думаешь, она замешана в это дело? Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь? Она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Я думал, так всегда бывает между сестрами. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень ее не хватает. Кража моего вина была первой улитой. Это очень в ее стиле. Она любила утереть мез. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить мою вину, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Ну, поскольку миссия моя немножко меняется, там меняются соответственные условия контракта. Ты платишь мне двойную цену. Я позабочусь об этом. Если она там, я найду ее. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить. Как сестра-сестра. Ваша милость, Геральт. Я хотела вам представить... Регис, какой сюрприз. Я не знала, что ты в Баклере. А это... Мой близкий друг Детлов Вандер Эртайм. Он прибыл из Нозаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь, видимо. Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Ариана? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз. Я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Что-то пока что я вообще... Что-то пока вообще ни во что не верю на сами. Я не верю этой бабе, потому что она явно что-то темнит и не договаривает. Я... Ну, верю на Региса, конечно. Регис, ты, естественно, хороший парень. Но Детлов Ва я совершенно не верю. По поводу истории с этой княжной и ее сестрой. Конечно, очень похоже на правду, но тоже, мне кажется, что все не так просто. В общем, пока что чем дальше, тем интереснее, реально. Ладно. Ладно. Мастер-Ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Хм. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у Ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о Ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я скажу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Давай-давай, Регис. Нам с тобой нужно кое-что обсудить. Буквально одну маленькую деталь. Какого, собственно, хрена происходит? Невероятная беседа ты не находишь? Вампиры, Ведьмак и Княгиня Тусента. Да. Весьма, Регис, весьма невероятно. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлова? Секундочку. Он сказал вампиры, Ведьмак и Княгиня Тусента. Про барышню он ничего не помянул отдельно. Про хозяйку дома. Про, не знаю, какую-то тоже княгиню. Значит, видимо, она тоже является вампиром. Нельзя же она сказала, что она давно знакома с Регисом. Это, кстати, интересная мысль. Ну ладно, продолжаем. Позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и дело. Детлова верит, что ты выполнишь задание. И никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно. Еще до знакомства с тобой. И до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я тебе про нее расскажу. Но при более удобном случае. Любопытно, да, вы видели, что внизу совершенно другой текст написан. Не то, что он озвучивает. Ну хорошо, вы здесь случайно? Вы двое оказались здесь не случайно. Я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств. Но нам помогла услужливая птичка. Ах, ну да. Угу. Помни, помни. Трех услужливых птичек. Ладно, я знаю, где скрываются шантажисты. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Редис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно. Я займусь Детлофом. Удачи, мой друг. Спасибо, Стрина. Я тоже надеюсь, что я знаю, что делаю. Чудесно, Детлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно если пить его предстоит столь известным дамам. Редис, как всегда, Галантин. Тем более я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость. Было очень приятно. Благодарю за помощь. Она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Ты знаешь, я бы не сказал тебе, что он мой друг, но тем не менее. Я вообще по тебе про него не стал бы ничего говорить, потому что ты бы тогда была в шоке от меня и от него, и от всех. Ну ладно, он рассказал тебе о себе? Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. Логично. Чувствительный, грустный. Носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Интересно ты его описала. В принципе, я думаю, что попала в точку. Ладно, это был интересный вечер. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Донтыны. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Делла Круа. Это на реке Санс-Ретур. Недалеко от корчмы Куралиска. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. А может, и как-то лучше один по-тихому там стелс и так далее. Не? Не слышала? Ну ладно. Значит, будем атаковать. Митинские врата. Баклер. Вы, уважаемые, держите себя в руках. Вы, уважаемые, в Баклере. Угу. В Баклере. Ну что ж, дамы и господа, на этом, пожалуй... Пожалуйста, не перебивай меня. Иди вот, куда шел. Так вот. Ну что ж, дамы и господа, пожалуй, на этом будем заканчивать сегодняшнюю серию. По-моему, она была полна интересных событий. И чем дальше, тем реально интереснее. Не так ли? В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про комментарии. А для вас играла Комментировавалда, это была игра Ведьмак 3 Дикой Охоты на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok